Мы решили этот вопрос. Это бесполезно! Это бесполезно! Люди возмущены и требуют встречи с главой города у дачника в микроруина Кривая Балка «Гибнет урожай». За месяц, рассказывает Исаджа Маудинов, дачники десятки раз обращались в разные инстанции, но проблема так и осталась без внимания тех, кто реально может помочь. По словам собравшихся, ответственная за подачу воды на их участки муниципальное предприятие «Садовник» не выполняет свои обязательства. Которые сейчас вышли, чиновники, депутаты говорят, они представляют, если они решают вопрос, они раньше тоже приезжали. Ну почему они не дают команду Мацадонику, директору, если они такие, если у них есть такие полномочия, если они взялись, решат наши проблемы. Ну дайте команду, пусть включают воду людям, а потом сядем за 100 переговоров, будем решать, кто кому должен. Далее хочу подчеркнуть, что МУП везде говорит, водит людей из заблуждения, и в том числе администрация, что председатель не платит деньги. Вот здесь квитанции, копии квитанции, которые я собрал у председателя. В то же время представители МУП «Садовник» утверждают, что у почти всех дачников подача воды уже возобновлена. По их словам, ситуацию обостряют сами же представители. Они отказываются подписывать договор по новым условиям. В этом году тариф за поливную воду поднялся лишь на 82 рубля. Хозяин одного участка в год должен платить 642 рубля. Но юрист Садовника говорит, что дело здесь далеко не только в повышении цен. Мы им говорим, что по постановлению у нас идет такая ситуация, что мы должны заключить договор на полное количество участков, находящихся на обществе. Эти участки, они даны администрации города еще в 80-е и 90-е годы. Года они даны им для чего? Для того, чтобы они их орошали, чтобы они поливали, чтобы они занимались садоводством. Но получается такая ситуация, что эти председатели, они просто формально не поливают, не приглашают туда дачников, не проводят работу никакую. И оставляют эти дачи за собой. Хотя они должны были предоставить списки в администрацию Кировского района, где около 15 тысяч человек стоят на очереди. За два часа стороны так и не пришли к компромиссу. Судачники надеются, что разрешением проблемы займется не только администрация города, но и следственные органы. А пока вопрос с десятилетней историей так и остается открытым.